Приветствую вас, друзья! Сегодня я хотел бы обсудить нечто важное и интересное. Некоторые наши клиенты и партнеры спрашивают меня, как найти и использовать сеть RTK в их стране. Поэтому давайте поговорим именно об этом. Как вы знаете, при использовании дронов DJI AGRAS вы должны использовать RTK для того, чтобы получать высокоточное позиционирование. Если вы, к примеру, хотите выполнить опрыскивание фруктовых деревьев или провести картографирование с помощью пульта дистанционного управления, тогда вам будет необходим RTK. Хорошо, перейдем к деталям. Теперь я объясню, что такое RTK. На самом деле, RTK — это кинематика реального времени. Далее рассмотрим принцип ее работы. Как вы видите, после включения дрон получает спутниковый сигнал и информацию о позиционировании. И эта информация будет принята мобильной станцией RTK через пульт управления. Конечно, перед этим мы должны включить мобильную станцию, правильно настроить ее и убедиться в том, что все работает. Далее станция RTK будет постоянно выполнять кинематические вычисления в реальном времени. Затем она передаст точную информацию о положении на пульт и, наконец, на сам дрон. Это означает, что RTK антенны дрона примут сигнал и получат высокоточное позиционирование с точностью до сантиметра. Как вы видите, за счет этих двух связей происходит обмен информацией с помощью технологии передачи изображения. С помощью сигнала RTK дрон может получить высокоточное позиционирование с точностью до сантиметра, и мы сможем провести опрыскивание фруктовых деревьев и картографирование с помощью пульта дистанционного управления. А здесь я хотел бы рассказать об интересующей вас сети RTK. На самом деле разница только в том, что здесь мы используем сетевую вместо мобильной станции RTK. Как видите, при использовании сетевой RTK дрон и пульт управления обмениваются данными с помощью технологии передачи изображений. Но пульт и сетевая станция будут коммуницировать по сети. А в этом и заключается разница. В любом случае, функции и принцип их работы аналогичны, потому что их цель состоит в том, чтобы дрон получил более высокую точность позиционирования. Конечно, если вы хотите использовать пульт для картографирования поля с помощью сигнала RTK, вам необходимо установить RTK-ключ. Он изображен на схеме. Таким образом, точность картографирования будет также сантиметровой. Некоторые люди спрашивают меня, как мы можем найти сеть RTK в моей стране. Вот несколько возможных решений для вас. Но сперва вы должны понять, что совместимым стандартом протокола является RTCM 3.2 для DJI AGRES. Так что сначала проверьте, открыта ли государственная сеть RTK и доступна ли она для вас. Если да, то вы можете использовать ее напрямую. Если нет, то вы можете найти провайдеров RTK. Например, известны такие как TopCon, SmartNet, Trimble VRS. Конечно, эта информация только для справки. В вашей стране ситуация может быть другой. Если вы не смогли найти провайдера, вы можете обратиться к нашим дистрибьюторам или поставщикам, которые используют технологию автоматического вождения, потому как они всегда пользуются технологией RTK. Если вы живете в Канаде, то можете воспользоваться ссылкой ниже и перейти на сайт CGRSC. Там вы сможете найти поставщиков бизнес-услуг. Например, еще несколько провайдеров RTK. Но, повторюсь, это справочная информация. Пожалуйста, найдите местных провайдеров в вашей стране. После подключения к провайдеру RTK вы сможете перейти к пульту управления, нажать настройки, RTK и выбрать сеть Custom Network RTK. Затем заполните необходимую информацию в соответствии с инструкциями провайдера. И, наконец, вы сможете успешно использовать RTK. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...